Вот видишь, как вышло. Ужас какой-то. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Боже, будь милостив ко мне. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причастия Твоей, Матери, седущего знака желтворящего Креста, святых ангелов, наших хранителей и всех ради святых. Спаси и помилуй нас, яко благослови человека любец. Аминь. И Боже, милостив, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславица грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление опять сделаем о молитве. Что говорят нам добрые люди? Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение Твоих нервов, не горечи крови. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится с чувством покаяния. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудии к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. Там, Господи, помилуй, или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Стремясь к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде Божьем. Действуй молитвой, воодушевленной плачем. Такая молитва – пламенное оружие, попаляющее страсти, прогоняющее духов отверженных. Кавычки закрыты. Игнатий Бринчанинов. Кавычки открыты. Страсти, как сказано, судь демоны. И уводят от призывания этого имени Иисуса. В Арсенофе. Кто чреват злобой, а молится Отче наш, тот призывает не небесного Отца, а преисподнего, который сам есть лжец, дьявол, и делается отцом лжи и греха. Григорий Нижский. Это родной брат Василия Великого. Святые это все. Кавычки открыты. Блажен воистину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, взывая к нему, к Богу, непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя свечки, как солнце, проходя над землей, производит день, так святое и достопоклоняемое имя Иисуса, непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. Исихий Иерусалимский. Кавычки открыты. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтырь. Великая польза поучаться из псалтыри и считать ее прилежно. Добавлю, на русском языке синодального перевода, которое, ну, патриархия издает. Сегодня считают, что это лучший мировой перевод. Не один из лучших, как раньше считали, а лучший. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам. Но ни одна из них так, как псалтырь. Да не неродим. Вот слово сказать, спросишь, какая книга самая читаемая? Это не Евангелие, а псалтырь. А в псалтыре 50-й псалом, а за ним 90-й. Ну, это самое-самое-самое, ну, как сегодня бы сказали, это хитом или популяризация, канон покаяния. И ни день, ни два. На первом месте, при том в мировой практике. 3600 лет. Вот какой был поэт-писатель. Вот у кого надо учиться поэтам, о чем писать. Не о том, как юбка шабаршит. Молитва должна быть напряженной и усердной. Если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. А надо всегда благодарить, получил или не получил. Молитва за врагов умилостивляет владыку. Тогда мы делаемся подобными Богу. А если за друзей молимся, то как мытари, ибо и они любят любящих их. Молитва – это воздух для души, противоядие против грехов. Зимой большую часть ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе. Повторяй. Бог дал, Бог и взял. Повторяй это, и угодишь Богу. Я делаю с большими пропусками, потому что материал очень большой. Тут все у меня точки, точки стоят. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Вот говорят, а что молиться святым? И святым молимся. Мы православные. Но самое ценное – высокая молитва непосредственно к Богу. Мы и других просим помолиться. Но самое ценное – когда мы сами молимся. Исаак молился, а не плод ствери веки, жены 20 лет. А мы же 20 дней не молились. Я уже говорил, что многие, зевая и потягиваясь, и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. И так, одни небрежением, а другие ревностью губят себя. Учит дьявол и добивается своего. Вот об этом Белинский Вестерин Григорьевич писал. Почесывается, задницу пощешет рукой. У нас, говорит, ихона только крышки, молоко закрывать в кринках. Удажившая раба перед его господином. А ты бьешь раба Господня перед ним. Помни свои грехи, бичуй себя. А ты, человек, ты сам не слышал себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели, ни о чем не думаешь. А здесь, на молитве, тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Вот почему написано, мы избраны Богом, и верующий Сын Божий не грешит. Когда не грешит? Когда он в молитве. И о чем молиться? Не наказание врагов. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти. Часто, повторяя молитву, согревая промежутки. То есть, между, когда на молитве становишься, а просто идешь, работаешь, и все время к Богу. Взывай. Молитва против врагов уподобляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенства молить и прочей твари солнцу, птицам. Встань раньше и прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью, то есть лодку. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами. То есть, святые молятся о нас, да и чтобы обязательно молился. Златоуст говорит, если ты не делаешь это, то ни я, ни Бог тебе не поможет, это ты сам себе не поможешь. Запомните эту праздную. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если сам себе не поможешь. А у нас молитвы прерываются от всякого стука, шума. Или я не издевал подобно нам, кавычки закрыты. Вот что впереди считал, это все из Диана Златоуста я выбрал из разных томов. Я 12 томов на пленку насчитывал и делал симфонию на нее. Это в первом томе страница 526, том второй, страница 327, 410, 454, 833, том 3, страница 42, 326, 368, 371, 469, том 4, страница 816, том 5, страница 11, 38, 59, 67, 239, 403, ну дальше уже не стал говорить, томов 12, когда вы приходите являться перед лицом моего, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, Исаии 1, 12, то есть топчатся стоят, колени подгибают, это все запрещено, пастыри пасли сами себя, Иезекииль 34, 2, обманывали народ, допуская всех до тайнств без изменения жизни людей, и устало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Книга порока Исаия, 28 глава, 13 стих. Я думаю, на сегодня пока хватит, сейчас я отмечу, чтобы на завтрашний день. Вот такое сделаем мы вступление о молитве, если Господь благословит еще нам быть вместе, то о посте точно так же будем говорить. Кто не знает, где кланяться, смотрите, иногда крестное знамение делается, но без поклона. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, яко-никали же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзнутся уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Царю Небесный, Утешителю Души истинной, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни Подателю, прийди и вселись, явные, очисти меня от всяких скверных, и спаси блажь души наши, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божие. Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от мукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возли вместе, Господи, умой, просвети и сердце уснимой, отверзливая ежепетить и святая Троица. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и вовеки веков, аминь. Внезапно с людьей отойдет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, все святая Троица, кому герает Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня с беззаконием моими, но человека любствовал и си обычный, и в нечаяния лежащий говозил ве си. Твоя же утренния, славослой, и держава Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайтесь со славесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевательце, святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веково. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, Придите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, Придите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Сорок третий Псалом Боже, мы слышали ушами своими, Отцы наши рассказывали нам о деле, Какой ты садил в одни их, в одни древние. Ты рукою твоей истребил народы, А их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, И не их мышца спасла их, Но твоя десница и твоя мышца, И свет лица твоего, Ибо ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобой избладаем врагов наших, Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, И не меч мой спасет меня. Но ты спасешь нас от врагов наших, И посрамишь ненавидящих нас. А Боге похвалимся всякий день, И имя твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, И не выходишь с войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, И ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, На сиденья и растел между народами. Без выгоды ты продал народ твой, И не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, На посмеяния и поругания живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчем между народами, По киваниям головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое передо мною, И стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, От взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, Но мы не забыли тебя, И не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, И стопы наши не уклонились от пути твоего. Когда ты сокрушал нас в земле драконов, И покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего, И простели руки наши к Богу чужому, То не взыскал ли всего Бог, Ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляет нас всякий день, Считает нас за овец, Обрещенных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, Забываешь скорбь нашу и угнетение наше. Ибо душа наша унижена до праха, Утроба наша прелькнула к земле. Восстань на помощь нам, И избавь нас ради милости твоей. Извелось из сердца моего Слово благое, И я говорю, Письма я о царе, Язык мой трость скоропиться. Ты прекрасней, сынов человеческих, Благодать извелась из уст твоих, Посему благословь тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, Сильной славой твоей И красотою твоей. И всем украшениям твоим поспеши Воссядь на колесницу ради истины, И кротости, и правды, И десница твоя покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои, Народы падут перед тобою, Они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, Жезл правоты, Жезл царства твоего. Ты возлюбил правду И возненавидел беззаконие, Посему помазал тебя Божий, Бог твой, И леем радости, Боли соучастников твоих. Все одежды твои, Как смирный алой и кассия, Из чертогов слоновой кости Увеселяют тебя. Дочери царей межпочетными у тебя Стала царица одесную тебя В афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, И преклони ухо твое, И забудь народ твой И дом отца твоего. Ибо желает царь красоты твоей, Ибо он, Господь твой, И ты поклонись ему. И дочь тира с дарами, И богатейшие из народа Будут умолять лицо твое. Вся слава царя царя внутри, Одежда ее сшита золотом. Испечленной одежде Ведется она к царю, За ней ведутся к тебе девы, Подруги ее. Приводятся с весельем И ликованием, Входят в чертог царя. Вместо отцов твоих Будут сыновья твои, Ты поставишь их Князьями по всей земле. Сделаю имя твоим памятным В рот и рот, Посему народы будут славить тебя Во веки и веки. Бог нам прибежище и сила, Скоро помощник бедах. Посему не убоимся, Хотя бы поколебала земля И горы двинует в сердце морей. Пусть шумят, Вздымаются воды их, Трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят Град Божий, Святой жилище Всевышнего. Бог посреди его, Он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, Двинулись царством, Всевышний дал глаз свой И растаяла земля. Господь сил с нами, Бог и Якова, Заступник наш. Придите и видите дела Господа, Какие произвел Опустошение на земле, Прекращая брание до края земли, Сокрушил лук И переломил копье, Колесницы сжег огнем. Остановитесь И познайте, Что я Бог, Буду превознесен на родах, Превознесен на земле. Господь сил с нами, Заступник наш, Бог и Якова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и пресно, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! господи помилуй господи помилуй господи помилуй слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь аминь многомилостивый и всемилостив бог мой и господь иисус христос по своем ногу любви сошел на землю и воплотился чтобы спасти всех и снова спаситель спаси меня благодатью твоею молю тебя ибо если по делам спасешь меня то то не будет благодатью и даром но более делом и многие щедротах и неизреченной милости ибо ты сказал что верующий меня жив будет и не видит смерти в веке итак если вера в тебя спасает отчаявшийся то верую спаси меня ибо ты бог мой и создатель вера же вместо дел доменится мне боже мой потому что совершенно не найти дело правдущих меня но эта вера да будет выше всего да ответит за меня да оправдает меня да и да я ведь причастников славы вечной и да не похитит меня сатана и не похвалится слово что торт меня твоих руки ограды 0 хочу спаси меня или не хочу христос мой спаситель поспеши скорее скорее погиб я ибо ты бог мой очерев матери моей спаду меня господи возлюбить тебя теперь тоже как возлюбил к свой тайный грех и чтобы снова потрудиться для тебя без злени усердно как прежде потрудился сатами прещающему особенно же потружусь для тебя господа и богом иисуса христа во средней жизни ныне всегда веки веков аминь аминь святой ангел поставлен охранник моей бедную душу и счастную жизнь не оставь меня грешного и не отступи от меня за него сдержание моё не до возможности злому демону подчинить мне себе преобладание от вас смертного тела возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения осы твой ангел божий хранитель покровитель бедную души и тело прости мне все чем оскорбил тебя во все дни моей жизни если я чем согрешил прошедшую ночь защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского чтобы мне не принимать бога никаким грехом и молись за меня господом чтобы он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом достойной своей милости аминь аминь пресвятая владычица моя богородица своими святыми и всесильными молитвами отгонит меня смиренного несчастного раба твоего уныние забвение неразумие нерадение удалится скверное лукавое и хуйную помощь язык языка яна моего сердца и помраченного ума моего и погаси плави моих страстей ибо его бог несчастен избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний ибо тебя благослов благословляет все роды и причисти имя твой славица во веки вечное аминь аминь молите бога она святые угодники божии игнатия владимир надежды в ему усердно к вам прибегаем скорым помощником молитвеньком о душах наших богородица дева радуйся обратно на мария господь с тобою благословен от их женах и благословен плод чрева твоего яко родилась и христа спаса избавителя душам нашим непобедимой божественной силы щаснага животворящего креста господни не остави нас грешных уповающих на тебя спаси господи люди твои и благослови достояния твое победа нас на противные дару и твое сохраняя крестом твоим жительством спаси господи помилуй отца моего духовного родителей сродника благодетелю митрополита иллариона епископа евтихи вениамина агафангелов диамида тихона антони а священно рея о кима павла геннадии сергия 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 василия и о них аявил на умок кирилла амбру си вадима за символлить и и андрея в владимира максима диакон и евгения александра михаила андрея епископа максима сергия кирилла венедикта francesca кормильо александра дядора и gender есть священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства, и наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И сохрани их от покушения на них. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров, нечистой силы, потопления. Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серов. Спасибо, Алексея, Иосифа, Романа, Никита. И пошли добрые жители здесь, и сохрани школу. Аллилуйя. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектина, и Рашид, пределы общие, нади новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея, Нину, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились, вознестили имя Твоего Святоя и истину Твою. Возди на угрозы врагов, смири их, ибо не знают, что худо творят, закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумия, не дай им погибнуть. Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Евгения, Евгения Натальи, Максима Малдина. Посети болящих, облегчу их страдания, и дару им здоровья, если угодно, воле Твоей Святой, Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру Анну, Нину, Калерию, Акилину, Игоря, Нину, Анину, Валентину, Марию. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все в свое время будет на пользу. Слава Тебе, Боже наш, за это дивное, тихое, мирное утро. Хвала Тебе, продли еще мир, и даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, где война идет. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на весь земной шар, за вступление от Тебя. Аллилуйя! Найди наше родство, Идокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, избави от пьянства этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих, Раиса, отступников на идеях Михаила, Николая, всех ты их знаешь. Упакую, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизни вечную, отошедши от жизни сей. Ибо нет человека, кто в живой земле не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, родителям, сродникам и всем православным христианам, и сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваух, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Господи Божий мой, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал, благодарю Тебя. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди душу мою навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Хреститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому даруй жилье, и научи никогда никому не завидовать и не роптать. И даруй жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья и Иерусей, Нох, Моисей и Самуил и Аарон, Ио, Авель, Ноя и Иосиф, патриархи, Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твой нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Луха и Иоанн, да даруют Господь жажду и следовать священное Писание, ибо через них мы думаем и жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Полихарп, Смирский Устин, философ Космай и Дамиан, Андрей Стратилат и Иерон, мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Йоргий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых, мучеников Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Дабы никто не принял очертания от зверя, Анфиму, Вениамину даруи веры и устрашив родителей заложено воспитание детей. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Радониский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кроштавский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, она дарует Господь нам жажду, знать Слово Божие, а замысли еретиков в мечток превратили и разрушить, а веру православную возвыси, Господи, и очисти от всего ненужного. Молите Бога, она святые жены и девы, Фекла первомученица Сапатинуса, Марянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискина и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь женам и девам молчание, послушание, целомудрие и стыдливости, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, семейство Евгении, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марины, Юлии, Елена, Людмилы, Галины и Анны. И нас помилуй, милости Твоя ради. И прими нашу молитву. И воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка, всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоблагословенец и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешеный. Будь милостив ко мне грешеный. Господи, спаси и помилуй, раба Твоему. Господи, омой, очисти и убери. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, за это дивное утро, за эту святую возможность, ибо Ты сам сказал, приходящего ко мне, нет, гоню вон. Дал нам возможность молиться Тебе. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, и нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам, и возможно было спастись, кроме имени Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, очисти меня грешеный. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия, не дашни. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви дару мне рабу Твоему. И, Господи, Царю, даруй мезете мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, якоб благословен Ииси во веки веков. Аминь. Доброе утро всем. Кто еще у кого ночь, у нас-то уже утро, то те могут после этого лезть, отдохнуть. Особенно прошу тех, кто работает на транспорте, старайтесь не дремать. Выбирайте время, привыкайте, и чтоб за рулем не заснуть. А то как самоубийца будешь. А я всю ночь сидел. Всю ночь не надо сидеть. Молитвы должны быть краткие. Сейчас мы будем записывать события дня, а потом у нас еще мы составляем события дня, часовая, часовой ролик, и записываем Новый Завет. Скоро будем заканчивать уже с толкованием блаженного фифилакта и с комментариями. Это по полчаса, два раза. Я когда отключаю, то назад бывает не включается. Если порождали пять минут и нету, ну сами смотрите. Мы пытаемся что-то наладить, ничего у нас не получается. Я сейчас отключаю, и сразу же будем включать. Так, я сейчас отключаю. А потом сразу включим. Новый Завет.